Вы вот развернули здесь выставку хорошую, я ее видел не один раз по частям, в элементах. Ваш предыдущий председатель часто пользовался слушаем, чтобы показать это. Я всегда радуюсь тому, что вы хотите показать, но я из этого делаю один вывод. Вы умеете делать все. Здесь очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать членам правительства, которые здесь присутствуют, вам прямое поручение. И не потому, что я хочу понравиться присутствующим, нет. Потому что это мизерные деньги. Это же мелочь, мелкое оборудование. Но это оборудование не из-за границы вы повезете. Вы должны его заказать здесь. И только мельчайшие элементы, которые мы не сможем произвести здесь очень быстро, мы централизованно, то есть вы, со всей долей ответственности, закупите. Поэтому лизингу быть. И вот я видел это оборудование на хлебопекарне в Свислочи. Маленечкое производство. И этим малым производством надо дать полную самостоятельность и дорогу. При этом хочу еще раз сказать вам, если вам Иванов в свое время не доложил. Если вы придете в любую точку Беларуси, в том числе город-герой Минск, и скажете, что вот здесь должна быть маленькая ваша хлебопекарня, как в Свислочи, под лизинг возьмете оборудование и там построите. Если вы скажете, что там смаженка должна быть еще где-то здесь, ну, чтобы приспособлено было красиво в Минске, мы обязательно вам выделим эти места, и не только выделим, мы поможем вам создать эти точки. Для того, чтобы вы серьезно могли конкурировать с бюргерами, которые тут родились в Минске, ну, я президент, наверное, уже попробовал в разных частях мира за свою жизнь все. Но когда я побывал в Свислочи, прекрасней хлеба нет. Только вы мне больше не присылайте корзинами. Это после моей поездки присылают мне корзину. Конечно, я угостил там людей, которые работают рядом со мной, простых людей. Были очень рады и удивлены, что у нас еще в Беларуси это производят. То есть вы умеете это делать. И я часто рассказываю, знаете, раньше, в то далекое детство, как люди питались. Вот постарше люди помнят. Помню, память врезалась. Этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба, упал. Пыль, грязь, поднял, съел. И это было. И мы питались очень просто. Хорошая была, здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И пойдите в любой ресторан. Ну там же такое наворотят, что трудно представить. Это произведение искусства. А люди хотят смаженки. А люди хотят обыкновенных драников. То есть, настал новый период в жизни. И всегда это маятник. Туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять. Поэтому я еще раз призываю вас. Определитесь. Иванов это не выполнил до конца. Хотя он первый поставил передо мной проблему. Разрешите нам в Минске и как другим строить магазины Белков Союза. Покупать их и торговать там. Валерий Николаевич, вам разрешили. Я часто проезжаю. Вот тут на Центральном проспекте. Вижу эти магазины. Присаживайтесь. Но почему вы дальше не пошли? Доходят просьбы частных лиц. Маленьких обычных людей, семей. Разрешите нам открыть точку, вот дословно говорю, из одного обращения. На железнодорожном вокзале. Какую точку? Мы там будем выпекать пончики. Ну есть передвижное, современное, к сожалению, импортное. Может уже и наше оборудование. Мы будем там выпекать эти булочки. И люди с удовольствием покупают. А вы почему? Займитесь этим вопросом. Не ходите вы за дешевыми кредитами, еще там что-то просить. Это мы поможем вам всегда, если мы будем видеть, что вы сами упираетесь. А не сидите на тех идеях, которые были свойственны прошлому периоду, Советскому Союзу. Времена поменялись. Ну и потом, я же вам сказал, что эти все смаженки, драники и прочее. Там огурцы, сало Иванов у меня когда-то на этих выставках угощал. Никто лучше не умеет делать. Ну так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди. И купят с удовольствием. Где покупают дипломаты и люди, которые к нам приезжают, продукты питания? Вы думаете, в магазин бегут? Они бегут на рынок, чтобы с рук у человека и у фермера купить эти продукты. Люди соскучились по-натуральному. Так вы этим воспользуетесь. И если вы будете шевелиться, то за мной не заржавеет. Я всегда подставить смогу плечо. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова